Мы сейчас находимся на том самом месте, где полиция Лос-Анджелеса произвела выстрелов Константина Морозова. На тот момент мужчина находился вместе со своим 9-летним сыном Даниэлем. От полученных огнестрельных ранений Константин Морозов позже скончался в госпитале. Мальчик не пострадал. Эта трагедия началась в городе Санта-Мария. Константин Морозов, бывший муж Натальи Морозов, в понедельник вечером приехал в дом, где Наталья жила вместе с сыном. И по версии следствия убил женщину. Затем он забрал ребенка и скрылся. Друзья женщины заявили в полицию о двойном преступлении, убийстве и похищении. К поиску мужчины подключились полицейские всех округов. Через сутки Константин Морозов вместе с ребенком был обнаружен в районе Инсина, в Лос-Анджелесе. Полиция, по словам очевидцев, неоднократно принимала попытки выйти на контакт с мужчиной, но он не реагировал. Поэтому стражи порядка открыли огонь. В этот момент мальчик находился рядом с отцом. Как рассказывают очевидцы, ребенок был в пижаме и плакал. От огнестрельных ранений Константин Морозов скончался. Ребенка увезли в социальный центр. Люди, проживающие в доме, возле которого все и произошло, до сих пор пребывают в состоянии шока. Я услышала громкие выстрелы и очень испугалась. Я не могла понять, откуда этот звук. Я выглянула в окно и увидела, что тротуар в крови. Полицейские оцепили территорию красной лентой. Там были криминалисты. Я никогда в жизни не была так напугана. Что известно о семье? Со слов друзей, которые создали страницу на благотворительном сайте и сейчас собирают средства на похороны Натальи. Наталья Морозов жила в США 19 лет. Работала на трех работах, была прихожанкой местной православной церкви и помогала людям. Друзья говорят, она была доброй и отзывчивой женщиной. Наталья, по их словам, была в разводе с Константином. Опять же, со слов друзей. В семье всегда были проблемы. Наталья боялась бывшего мужа. Денег на адвокатов у нее не было. Она пыталась решить свои проблемы в суде сама. Знакомые говорят, помогал ей в этом ее бойфренд Джесси Гонзалес. Именно он и растил сына с Натальей. И его семья – это единственные близкие люди в Америке у мальчика, кроме убитого отца, говорят друзья. Мать и сестра женщины находятся в России. Сейчас же решается судьба 9-летнего Даниэля Морозова. Он либо будет отправлен в Россию, где проживают его ближайшие родственники, либо передан на воспитание в американскую семью. В данный момент он находится под опекой калифорнийских властей. С мальчиком работают психологи.